У нас в гостях человек, с которым мы более широко поговорим на эту тему. Директор Института Медиаправа Тарас Шевченко. Добрый день. Тарас, спасибо, что нашли время прийти к нам в программу. Скажите, кто по-вашему в первую очередь заинтересован в принятии этого закона о клевете? Напевно, те, на кого, власне, изводятся наклепы. Так, тобто, звичайно, щири украинцы заискавлены, чтобы всех пересажать в тюрьмы. Особливо журналистов, которые, честно, не так говорят. Но, на самом деле, поскольку журналисты больше говорят про владу, про чиновников, то, напевно, они заискавлены. То есть, а какая вообще преследуется цель-то генеральная? Цель, понятно. Залякаться. Потому что, если вам говорят, что за определенные условия вас могут посадить и заграться, то, естественно, вы задумаетесь. А что, вообще, стоит говорить или нет? Что стоит сидеть в этой студии? Или, может, уже нужно идти где-то обработать земельные дырянки? Вы знаете, прелесть нашей программы в том, что нас отсюда не выпускают просто. Скажите, Тарас, вот этот закон означает, что журналисты сначала в суде должны будут доказать, к примеру, кражу бюджетных средств. И только потом об этом писать? Как это вообще должно происходить? Ну, есть две вещи. Так, как это должно быть по закону, и так, как это может быть на практике, как мы это видим в Казахстане или в России. По закону, в целом, суд должен установить, что журналист не просто неправду сказал, помилился. Что журналист знал, что он говорит неправду. Это очень сложно. Но, как правило, на это никто не обратит внимание. А как там в Казахстане и в России? Сажают налево-направо. То есть, журналист выходит на пресс-конференцию, оголошает про коррупцию. И уже с сухарями? И уже с сухарями, да? Ну, я думаю, все верят, что их манецы, потому что все-таки не всех подряд сажают. Но не нужно всех сажать. Достаточно двух-трех, для того, чтобы другие задумались и отмолились от оприлюднения того, что они знают. Не смотрите на меня так. Я не хочу. Ну, вы же сказали, что вас скоро не выпустят в эфир. Не выпускают звездо. А вот как все происходило? Вот пан Журавский, значит, он во всеуслышание заявил об этом законе, что он его подает на рассмотрение. Значит, в первом чтении этот закон прошел. Теперь он заявляет, что юридически говорит, я снимаю этот закон, а по политическим убеждениям он остается до тех пор, пока не закончатся выборы. Вот насколько мне известно, вы сейчас подтвердите, либо опровергните эту информацию, снятие вообще законопроекта просто так, по щучьему велению, по желанию конкретного человека, оно не происходит. Оно уже пущено в производство, и обратный ход, чтобы дать дело, нужно пройти некоторые этапы. Вот, допустим, должен быть комитет, по-моему, второе чтение, и вот там уже этот закон могут упраздниться. Так ли на самом деле? И почему Журавский вот так, со всей ответственностью заявляет, что он забрал обратно? От Журавского сейчас не так сильно зависит. Он имел возможность забрати законопроект до голосования. Если закон поддержан в первом чтении, то у автора уже не имеет возможность забраться назад. А не может быть такой ситуации, когда задним числом, типа, Журавский успел забрать до голосования, а то, что уже сказали остальные депутаты, они как-то поспешили это сделать тогда. Ну, как-то сгорячает это все. Такой процедуры нет, но заявка может быть сколько угодно, мы не особо верим в заявку. А вот сами депутаты, они как-то не боятся этого закона? То есть, я понимаю, журналисты, они как-то иногда могут себе позволить что-то сказать неудобное, такое колкоя в адрес наших депутатов. Но вот между собой, неужели вот эта бронь депутатская неприкосновенность позволяет им друг друга поливать трехэтажным, оскорблять, и они, ну, извините, все, в рубашке родился, в депутатской тут уже куда? Я думаю, напевно, Москаль є одним из первых кандидатов на тюремный срок. Конституция говорит, что депутаты не відповідают за висловливання в парламенте, крім наклепу. Тобто в Конституции прямо виняток, что за наклеп вони відповідають теж. Друзья, у нас в гостях был Тарас Шевченко. Спасибо. Спасибо. Спасибо.